Всем привет, дорогие друзья! Это с вами мы продолжаем играть третьего Витьмачка. Значит, у нас тут по заданию уродец. И раз уж мы оказались рядом, сейчас будем искать Эскеля и помогать ему с велохвостом. Это должны быть следы Эскеля. В последнее время никто кроме него из замка не выезжал. Так, ну мне однозначно туда же. Вот там что-то растет. Возьму, пожалуй. Ну, мне туда. А не, не туда, подожди. Хм, что это у вас тут певчанский лежит? Бесхозный. Это его конь. Как там его? Василек? Следы ног и козык, как будет интересно. Эскель разбил лагерь. Должно быть собирался побыть тут подольше. Камни. И след обрывается. Замечательно. Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот козла. Надо только найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять след. Что пахнет козлом? И что тут пахнет козлом? Простите. Так, вот химический порошок. Так, что тут пахнет козлом? Посмотрите округу в поисках следов эскеля. Ну, мне туда же, да? Да. Не сам же он привязался. Приманка для велохвостов притягивает даже ведьмаков. Дабы велохвосты приманить, колушку козу вервием привяжи и среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий брата Адальберто страница 82-я. Память у тебя вижу еще хорошая, несмотря на годы. Тебе столько же лет, сколько и мне, обалдуй. Рад тебя видеть, наконец-то. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? По-старому. От утопца к утопцу. И все? Я простой ведьмак. Не сражаюсь с драконами, не братаюсь с королями, не сплю с чародейками. Не то, что некоторые. Впредь постараюсь только спать с чародейками. Не сомневаюсь, что это самое приятное. Хотя, надо думать, не самое безопасное. Слышал? Летит. Так, велохвост, иди сюда. Эй-эй-эй-эй-эй. Ну чего, справимся? О, велохвост, братишка, не надо так делать. Вон этого бей. Менять зачем? Эй-эй-эй-эй-эй, гадина. Более, ну вообще. Велохвост, падла, стой, а то пропью. Не боишься оставлять коня внизу? Вдруг велохвост его подерет? Какое там? Василек, боевой конькой Эдвенских кровей. Он справится, если что. Я рассказывал, откуда он у меня? Нет, наверное, нет. Как-то спас я одного рыцаря, сам понимаешь. Потерял много крови. Артерия перебита, кровища-то светлая. Вот бредут овечки по лугам на солнце, пастушка не видно, слышно? Колокольцы. Что это за песенка? Да, горская песенка, как раз, чтобы лазить по скалам. Мамка мне пела. Помнишь ее? Только вот эту глупую песенку. Здесь он приземлился. И не слишком ловко. Посмотри на следы. Он, похоже, сломал крыло. Кажется, смылся в логово. И хорошо. Оттуда уже не убежи. Дабы вела хвоста приманить. О, а вот и вела хвост. Сколько мне еще раз дать? Хм, странно. Ну ладно. Чуть-то какой-то жесткий вела хвост. Даром, что левел маленький. Ну хорошо. Собери ликвар и пойдем отсюда. Режь сзади сразу под черепом. Ян не объясняла, зачем я это? То есть, ты тоже не знаешь? И тебя это не беспокоит? Нет, не беспокоит. Я ей доверяю. Так говорят, люди на ошибках учатся. Что? Ничего, ничего. Отлично. Пойдем. Так, это я тоже, пожалуй, заберу. Так, вернуться в Каэрморхен. А как-то попроще вернуться туда можно? Нет? Видать и нельзя. Это что такое? Гниющее мясо это сомнительный трофей. Ну, а два возьмем, раз что все равно здесь оказались. Слушай-ка, а может, сгоняем на перегонки? Посмотрим, кто быстрее, Платва или Василек? Что скажешь? Ну, давай, блин, хотя не очень хочется, но допустим. Прогуляемся по местным окрестностям. Заодно седло выгуливаем новое. Сколько там? 500 шагов? Тогда не надо было его пускать вперед. Ладно, мы его сейчас обгоним и больше вперед упускать не будем. Зачем? Энергии, наверное, на 300 шагов не должно хватить. Седло у меня зашибись. Поэтому или не должно. Блин, 250 шагов. Не, не хватит. Как раз под конец и не хватит, скорее всего. Так, где ты там, скотина? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, теперь 120 шагов осталось, теперь меня нахер пустят вперед. 50 шагов, ну да, не пусть. Ну, ладно. Не страшно. Бля, я еще вот уперся. Ладно, ладно, ты выиграл. Просто я криворучка. Знаешь, я что-то в последнее время все вспоминаю о махакамском спирте. Так он согревает. Достану тебе бутылку в следующий раз, обещаю. Ловлю на слове. Ну, у меня наверняка где-нибудь есть. Так, ладно, дабыла хвоста приманить готова. Так, что-то у нас, давайте посмотрим. Ну, у нас тут ничего. Так, ладно, пойдем, тогда. 600 опыта охрененно здесь отваливают. Я, собственно, поэтому по сюжету и пошел. А то мне нужны новые броньки, а новых бронек надо, кстати, точнуть, где-то точила. А новых бронек-то не могу носить. Сделать могу, носить не могу. Ладно, пойдем к Йеннифер. Смотри, красивый, а? так, где она там спряталась-то, господи? Геннифер, ты поближе не могла куда-нибудь зайти? Ого. Сучи, кристалл. Ты решила нас взорвать? Геральт, я сейчас не расположена к шокам, особенно к дурацким. Что-то не так? Дай подумать. Лопнул уже третий кристалл. Ламберт больше недели собирается заняться тем, о чем я просила. Весь мир назло делает ремонт прямо под моим окном. А Эскель вместо вилохвоста, наверное, пошел за грибами. Ребята тобой немного недовольны. Это еще почему? Потому что ты не рассказываешь о своих планах и относишься к ним как прислуги. Ко мне, впрочем, тоже. Я все объясню. Когда придет время, сперва закончим подготовку. ты нам не доверяешь? Доверяю. Но боюсь, что вы не доверяете мне. Поэтому предпочитаю держать некоторые вещи в тайне. Пока что. Извращенная логика. Так может казаться. Но ты еще поймешь, что я права. Ну ладно, что мне делать? Прежде всего, помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из хребта Велохвоста, а другой зарядить филактерии энергии стихий. И результатов что-то не видно. С этим я уже справился. Надо же, сколько инициативы. Тогда осталась еще одна мелочь. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Где-то рядом источник энергии, который нарушает работу кристалла. Нужно его найти и дезактивировать. И побыстрее. Мне нужно срочно кое-с кем поговорить. Ладно. И как искать источник? При помощи этого по тесте квизитора. По тесте по тесте по тесте квизитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. И без шуток о сексе. Очень прошу. Ну давай, беги. Так, новый предмет для задания. Новый предмет для задания. Новый предмет для задания. Так, где там этот потестик. Так, это ликер. Так, а где это ебанин? А, вот она у меня уже в руке. Так, понятно. Здесь ничего. а, а, бежать задолбаешься. А, бежать задолбаешься. О, кажется, что-то есть. Сигнал становится сильнее. Янифер наконец нашла добровольца, поб... ликер. Ликер мы можем поговорить? Чем я могу тебе помочь? Я ищу цири, пепельные волосы, шрам на щите. Ты видел ее? Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Ага, я тоже так думаю. Береги себя. Ага, теплее, теплее, горячо. Посмотри в огонь. А теперь сюда. Реакция зрачков норм. помехи помехи идут отсюда. что в этих ящиках? Двемеритовые бомбы. Ламберт делал. Ничего удивительного, что мегаскоп не работает. Ладно, надо их убрать. Я уберу. Не то ты мне все вверх дном перевернешь. Только присматривай за умой. так точно, дядюшка Весемир. Ну, как дела? Весемир тебя не слишком замучил? Я так и думал. Ну, вот и все. Можешь идти. А теперь проверим условные рефлексы. Так, пойдем. Да все, все. Можешь все нашли. Сейчас еще какой-нибудь из-за этой умы квест просру. Из тех, которые не доделал. Ну, что ж поделаешь теперь, ладно. Просру и просру. Нам надо было продвинуться быстренько по сюжету и быстренько сделать 23 уровень себе. Спасибо, все работает. Что это было? Две меритовые бомбы. Ламберт оставил их возле кровати. Он, конечно же, не догадывался, что это помешает работе мегаскопа. Он наверняка догадывался. Но ведь ты знаешь, как говорят, милые бронятся, только тешатся. Тогда Ламберт должно быть меня обожает. Ладно, забудем. Самое главное, я наконец смогу связаться с Идой. А что за Ида? Эльфская знающая? Зачем она тебе? Останься, сам увидишь. Я слышал, чародеки ложи не посвящают обыкову в свои тайны. Можешь считать это доказательством доверия. Ну ладно, начнем. И умоляю, веди себя прилично. Ты только что сказала, что доверяешь мне. Не цепляйся к слабому. Каэдмил и Йеннифер Айп Венгерберг. Гвин Блейд. Каэдмил Айн Сайверне. Зачем ты меня вызываешь? Я столкнулась с одним проклятием. Оно было наложено на диалекте старшей речи, которого я не знаю. И как звучит это проклятие? Вафаэль Элайне Каэдмил Фолье. Глайды в Дорне Айп Тонайт Бундраид И Яхус. Ты уже слышала эти слова? Да. В легендах. В тех, что без счастливого конца. Ты сумеешь помочь нам? В известной степени. Здесь нужна формула Агнес из Гланвиля в соединении с обратным треугольником Эльдара. Но я не поручусь, что этого будет достаточно. Спасибо, Айн Сайверне. Вафаэль. Наш разговор еще не окончен. В чем дело? Приходит час белого хлада и белого света. И мир умрет средь мороза. Я знаю пророчествует Лиды. Не сомневаюсь, но понимаешь Лид. Старшая кровь может начать час конца или отсрочить его. Помни об этом Гвинблейд. Ибо от тебя зависит возгорится ли зерно пламенем. ты поняла, о чем она говорила? О Цири, конечно же. Оставили бы ее уже в покое. Даже не надейся. Интересный разговор. И что теперь? Все готово. Соберем остальных и можно начинать. Ну, еще 600 очков опыта. Послушайте, все уже готово. Можем начинать. Ламберт, приготовь аппаратуру. Эскель, пойди. Пока еще я тут распоряжаюсь, а не ты, моя дорогая. Не ты. Я думала, мы договорились, что возьмемся за уму, по-моему. Я сказал, что мы тебе поможем. Только и всего. Не знаю, что ты хочешь с ним сделать. Ты все еще не соизволила рассказать. Но ведь это будет небезопасно, так? Как я и думал. Поэтому сперва испробуем другой, более мягкий способ. Что это за способ? Он основан на народных традициях. Я пользовался им множество раз. К примеру, когда расколдовывал повестского лебеля в 1211-м. Я заберу уму в горы. И что? Будете вместе выйти на луну? Следи за языком. Ты не с Геральтом разговариваешь. Нет, мы не будем выйти на луну. Я положу его на могильную плиту и в полночь подам ему отвар болиголова, выросшего на... А впрочем, не вижу нужды тебе объяснять. По моему мнению... Я его знаю. Но я не прошу согласия, а говорю, как будет. Я вернусь на рассвете с умой или с тем, кто в нем скрыт. ламики. Весь мир под старой становится раздражительным? Это ничего. Тебя еще не было прошлой зимой, когда Ламберт убеждал его, что надо уходить из Каэр-Морхена. А на что нам эти руины? Стена грибок, с потолка льёт, и холодно, как на долбанной псарне. Весемир встал без слов, взял меч, хлопнул дверью. Месяц его не было. Так, что будем делать в свободный вечер? Весемир говорил, что надо бы заменить балки под крышей, ну, на башне. Можно этим заняться. А ещё можно напиться. Это меня как-то больше привлекает. Я тоже не откажусь от стаканчика, а то и двух. Стало быть, проголосовали. Ох, Йен, рюмок у нас нет. Будешь из кубка пить? Хоть из банки. Может, не будем надираться молча? Хоть новостями обменяемся. Что у тебя, Лангард? Когда мы виделись в последний раз, ты собирался на Запад? Да. У меня был контракт в Лангекс Этерио. И, надо сказать, довольно выгодный. В ковере золота не имеют. Знаешь, сколько там дают зауток? Циц, я сейчас рассказываю. Так вот, им докучал великан. Грабил караваны, народ в болото утаскивал. И гадил на большаках, которые из-за того становились ужасно скользкими. Хватит нагнетать, переходи к делу. Ладно. Оказалось, не какой-то не великан, а толстый лесной тролль. А караваны грабила шайка разбойников. И что ты сделал? Убил разбойников, чтобы на дороге было спокойно. Потом тролля. Награду за его голову давали. Ты прагматичен, как всегда. Мог бы иногда брать пример Слангерта. Забыть хоть на время про идеалы и думать о деньгах. Я знал, что чародейка меня поймет. Где был Эскель? В Альдерсберге. Охотился на высшего вампира. Ого! Опасные твари. И привередливые. Эту особь интересовали только девицы из высшего общества. Прям как меня. Лангерт, нас не интересуют твои фантазии. Что до вампира, даже мне интересно, что у тебя вышло. Мой заказчик устроил бал для городской знати, чтобы выманить вампира. Я был в маске. И должен сказать, в жизни у меня не было такого успеха у женщин, как в ту ночь. Так что с вампиром? Я сговорился с одной юной алхимичкой. Она нагрузилась всем под завязку. И с штехом, водкой, грибами и вышла в сад. Вампир нашел ее, напился. Так что и боя-то толком не было. Современная сказка о вреде обжорства. А что с алхимичкой? Все в порядке. Потеряла немного крови. Самым тяжким было похмелье. А нас месяц один рассол пила. В последнее время столько всего приключилось. Короли, драконы, заговоры. А потом... Потом я нашел Йен. Мы страшно за тебя переживали. Но лучше расскажи, что там с Умой? Долгая история. Я шел по следам Цири. Веллен, Скеллиге. В Новиграде снова пришлось спасать Лютика. Его опять поймали в кровати с кем-нибудь не тем? Раз уж зашла речь о старых друзьях ебли Новиграде... Как там Трис? Отъебись, сломберт. О, похоже, я задел за живое. Ламберт, это уже не смешно. Ну ладно. Тогда вернемся к серьезным вещам. Йен, что ты хочешь делать с Умой? Я уже сказала. Завтра расскажу. Давай рассказывай. Уже за полночь. Я подвергну его испытанию травмами. Но только если... Ты, сука, что? Повежливей. А ты слышал, как? Второй раз просить не буду. Я извиняюсь. Ты собралась делать из него ведьмака? Разумеется, нет. Я хотела сказать, что проведу его через первую часть испытания, потому что... Потому что хочешь посмотреть, как он мучается? Не перебивай. Иначе я посмотрю, как мучаешься ты. Чтобы вернуть Уме прежний облик, надо сначала... Как бы это объяснить? Представьте себе кусок глины. Чтобы придать ему форму, надо сперва его вымочить, иначе он рассыпется. Первая часть испытания именно это и делает. Она как бы открывает тело к переменам. И только потом мутагены превращают человека в ведьмака. Какие шансы, что Ума выживет? Небольшие, но выбора нет. Разве что Весемир провернет этот свой трюк с болиголовым. Старик свое дело знает. Это будет первое испытание за многие годы. Я знала, что ты будешь осторожничать. Да при чем тут осторожность? Все секреты давным-давно забыты. И нечего их вспоминать. Я не предлагаю налаживать производство ведьмаков. И не надо. Видишь ли, до этого момента у нас был отличный предлог не брать учеников. Это надо обсудить. В другой раз. Кому еще? О, мне! Только закуска кончилась. Геральт, не сгоняешь на кухню? Господа, была рада с вами выпить. С тобой, Ламберт, особенно. Но час уже поздний. Не засиживайтесь. Завтра важный день. Не послушал. Они никогда не слушали. Ты о чем? У Эскеля тут был контракт на самовилу. Отличная история. Сейчас расскажу. Только долей сперва. У-у-у, моя печень. Это что? Мучильня. Одна часть спирта, одна часть белой голубки. Ну что смотришь? Яну шла спать. Пора переходить к серьезным напиткам. Тогда давай еще по одной. Ну, до дна. Так что там, что там с самовилой? Да вот затянул у одного пейзанина танцевать. А тут нет бы обрадоваться, что живым ушел. Любился в нее по уши. Хотел, чтобы я ее поймал. Я отказал. Он пошел сам ловить рыболову на сетью. Думается мне, они до сих пор по стерне мазурку пляшут. Отличная история. И с моралью. И что за мораль? Держись подальше от опасных женщин. Ладно, сменим тему. А что, не хочешь признать, что я прав? Ну, как знаешь. Не умничай. Наливай. Холодно тут, как у ледяного великана пушок. Господа, сейчас вернусь. Пасу и вернусь. Вы сломято младите? Пожалуй. Я просто привык, что при нем не стоит говорить о некоторых вещах. Их, наверное, целый список? Ну да. Здорово. Молодцы. Развлекаетесь, значит? Алкоголь, должен вам сказать, злейший враг ведьмака. Откуда ты выкопал этот щепчик? Из сундука Весемира. Писк моды 1112-го. Старик, небось, в нем по девкам ходил. Или, как тогда говорили, кадрил Мамзей. Мальчики, ведьмачья работа – это вам не карта и выпивка. Это тяжелый труд. Не нам лопочут младенцы. Не нам. Ладно, ладно. Нам. Нам и одного Весемира хватает. Снимай, пока не испачкал. И наливай. Ох, и налью, Эскель, налью до краев. Потому что без водки ты сухой, как щитовод в гипсе. Эй, давайте устроим, что-нибудь веселое. Жаль, тебе с нами скучно? Нет, просто все как-то... Не спешно. Красавчик прав, слушайте. Меня ксенфурдский студент научил одной игре. Что? Говоришь, я никогда не... И продолжаешь как угодно. Тот, кто это делал, пьет до дна. Потом следующий, то же самое. Ну, давай, попробуем. Начинай. Я никогда не... Не спал с Сукубом. Да, я спал с Сукубом. Тот, кто это делал, пьет. А, давайте. Не, тот, кто не делал, пьет, да? Ха-ха, вот так-так. С Геральтом-то все понятно. Но ты... Эскель-эскель. Вот уж в тихом омуте. У меня слабость с рогатым женщинам. Ладно, моя очередь. Я никогда не... Не просыпался после попойки в одних подштаниках. Это было во второй части. Геральт, с Ламбертом все понятно. Но ты... Что сказал бы папочка Весемир? Думаю, папочка Весемир тоже бы выпил. Ладно, Геральт, твой ход. Я никогда не... Никогда не принимал в Пишки. Эскель, ты серьезно? Однажды... С тем Сукубом. Ладно, господа, давайте заканчивать. А да я вам в глаза смотреть не смогу. Водка. Водка кончилась. Сгоняйте за добавкой. Я уже ходил за жратвой. Ладно. Скажу. Кухнешь сам. Ламберт, послушай, я тебя чем-то раздражаю. Меня? С чего ты взял? Ну, мне так кажется. Знаешь, ты же мне как младший брат. Глупый, вредный, но брат. Геральт, сука, я сейчас расплачусь. Иди сюда. Так, холера разбилась. Хорошо, хоть пустая. Где Эскель? Долго его нет. Надо... Надо бы его поискать. Это работа для весь мир. Не начинай. Сними уже эту шляпу. Куда этот молокосос придевался? Может, он того? В опасности. Тогда мы идем на помощь. Так, найти Эскеля, используя ведьмачье чутье. Я вино разлил и влез в него. И ты встал на колени, чтобы это увидеть? Если бы я нагнулся, меня бы вырвало. Эскель, давай, давай! Лаймберт, лаймберт, хер моржовый. Эскель! 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 Давай, давай! Эскель! Эскель! Эй! Слышишь? Как... Как дыхание раненой Виверны? Флера! По-моему, он... По-моему, он поранился. Одним шрамом больше, одним меньше. Ага. Эскель где-то здесь. Держись, брат! Эскель! 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 О, уровень дали. О, Джон. Со своим верным звоночком. Эй! Эскель! Подъем! Что? Что случилось? Набрались мы в три... Жопы! Вот что случилось. Вставай! Пошли пить! Оставьте меня! Я сейчас сблюю! Стоит нам втроем собраться, всегда этим кончается. Значит, надо найти четвертого. А еще лучше бабу! Кроме Йен тут никого нет. Ее лучше не будить, поверьте мне. А что ты, чародейка, с которой ты говорил? Ты подумай! Мы включим мегаскоп, пригласим ее вежливо, а она к нам телепортируется. Может, и подружек прихватят? Ну, что скажете? Ламберт, тебе уже хватит. Ты просто завидуешь, что сам до этого не додумался. Но это же не повод нам портить всю забаву. У меня нет сил спорить. Конечно нет! Да я тебя одним пальцем уложу. Эй, успокойся. Хочешь подраться, а? Хочешь? Ну, давай! Спокойной ночи. Такие дела. На! Наглядь. Дурацкий сон. Движок все уже на ногах. Разит перегаром. Эта шляпа дорога мне, как память, Ламберт. Успокойся. Все отстирается. В угол их потом поставишь. А сейчас за работу. Весемир узнал что-нибудь? Пока вы носились за вилохвостами и играли с мегаскопом, я осмотрел ум. И вот что я заметил. Когда его сознание, скажем так, расслаблено, он ведет себя по-другому. Когда он засыпает, у него движения меняются. Взгляд. Но только на мгновение. Поэтому я ввел его в транс. Сначала ничего не происходило. Но когда он впал в литургическую фазу, я что-то услышал. Вздох или стон. И это был не голос умы. Не представляю, как нам это поможет. Тогда молчи. Спасибо, Весемир. И прости за то, что я тебе наговорила. Парни рассказали, что мы собираемся делать? Да. И мне это не нравится. Но я доверяю тебе. Ну ладно, и что теперь? Можно начинать. Надо только приготовить зелья. А почему мы не... Почему не сделали этого раньше? Потому что препараты для испытания крайне реактивны. Их надо использовать сразу после приготовления. Ты доволен? Геральт, приготовь эликсиры. А ты, Эскель, возьми бутыль спирта. О нет. После прошлой ночи я... И продезинфицируй инструменты. Ну, мальчики, раз-два, раз-два. Так, собрать необходимые ингредиенты. Новое задание. Вафаэль Элайна. Ну ладно. Давайте мы тогда не будем путать бухач с расколдованием всяких ум. Поэтому на сегодня серию закончим. А в следующей серии продолжим. Словом, все наугад. М-м-м. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова